Ничего страшного, давай, смотри, сюда. Значит, Архипович Виктор Егорыч, да? Год рождения какой? 7 июня, пиздец, тут 46-го года. Хороший друг. Просто мы друзья, так уж давно через некоторых товарищей, да? Вот, просто, так сказать, хотелось бы действительно пообщаться по... Жизненный путь-то у тебя тоже такой не из сладких, и сделал, ведь ты свое дело, как говорится, работал. Ну, как сказать, и при этом ты принимал активные действия для того, чтобы поднимать вот это все, да? Да, да, да. А где ты, вот, расцвет, ты говоришь, в каком? В Килимарском районе. А, Килимарском районе? В Севонежном. А, в Килимарском районе? Да. Это в каком году это было? В 83-84, наверное. Того века уже? Да. Это 1904-1903 года? Ну, вот оно. Понятно. И сколько ты там работал? Год. Год работал? Да, закончил этот... Уносит машину глинизм на прием к ОМИ. А, высшее образование имеешь, да? Да, высшее политическое. Политическое даже? Истинно-последовое. Это не хух, но мух ты. Понятно. А ты, слушай, у меня вопрос такого характера, да? Вот там... Я делаю... Да ничего, делай, делай, делай. Работай ты по ходу, работай. Ты так, не обращай внимания. Просто действительно приятно с тобой общаться. В свое время ты говорил, конечно. Я не придавал значения тем вещам, которые ты в свое время говорил. А здесь вот в Горномарском районе, каким образом ты поступил? Как сюда попал? Ага, сюда я в Килимарах заработал. Ага. Галин, покойный Иван Васильевич, сюда позвонил. Ага. Заводовал Александру Леонидовичу. А кто такой? Райком партиза, завтра, где он был. Ага. Вот, давай, говорит, вместо готов, говорит. Вот, потом меня достал. Ага. А там были там, наш, Асковского. А, сюда, в Казмодемент. Казмодемент, да? Ага. Это в каком году ты приехал сюда? Ты забыл себе? Да нет, не забыл себе. Ну, было, через год, через два там. Да, да. Понятно. А вот в Килимарах ты работал? Там судьей ты кто был? Александр Леонидович был судьей, и сейчас, который писал народный, этот, рефорный суда. А как? Давыдов Александр Сергеевич, наверное? Александр Сергеевич. А ты Леонидович, говорит, какой? Вот, а ты перепутал уже? Вот он, да, был этим, так сказать, судьей был. Судьей тогда? В Килимарах? В Килимарах, да. А прокурором кто был? Прокурором тогда? Малышев? Малышев, следовательную прокуратуру. Вот, на, прокуратурой он работал там? Да. Вот. А как ты познакомился, там, что ли, знакомился с ними? Да. При каких обстоятельствах ты познакомился? Ну, как, по работе. А, по работе. Да и что, по... Куда, портком. Работал, ну, а как... Все, порторганизация была, как-то, воздействовала, что ли, на эти органы? Нет. А как? А просто, вот, они приезжали в Кокроз, приезжали, до чего, вот, познакомились, и все. А вот мне, когда-то в свое время, ты же, вот, когда, давно, конечно, я вот сам так мимо ушей, ты говорил, что, якобы, они находятся в родственнике еще? Кто? Давыдов с Малышевым? Нет. Или ты забыл уже? Да, я так не говорил. Я не знаю, откуда тогда, вот я... Давыдов, он был, этот, судьей был, а иклифливный ходивец, в следовательном прокуратуре был. Вот, и все. На этом, да, у тебя вся информация, все? Да. Понятно. А вот, они оба с Горномари, что ли? Да, Горномари. Они хорошо друг друга знают. И сейчас, в отношении не теряются. Понятно. То есть, они поддерживают другого? Да, помогает друг дружу. Даже помогает? Да нет, тут ничего, блин, ты, ладно. А это, слушай, а вот здесь, потом, как Малышев сюда приехал? Вот ты приехал тоже сюда, ты Малышев тоже сюда. Каким образом так получил? Тот в прокуратуре, ты в парторге. Ну что, вы друг за другом ходили, что ли? Нет, Малышев, а как сюда пришел? Вот как он, с тобой? Он прокурором сюда пришел уже. Прокурором Гарнамальского района? Да. Ну нет, прокурором-то. Нет, слушай, ты говоришь, следовательно прокуратура Килимарова работала. Работал, да. А потом сюда-то как попал? Он же закончил все-то. Что закончил? Не знаю. Понятно. Вот, он там уже работал. А вот здесь как он, вот, работал здесь, говоришь, да, прокурором? Долго ли работал? Он два срока или срок? Угу, понятно. Он полковник, что ли, я не знаю. Ну, у них звание, да, полковничный, советник юстиции. Вот ты, вот еще, вот, ты давно знаешь Малышева, да, Еполида Хольченко? А вот смотри, ты, вообще-то вот этот дом на улице, где мы находимся? Садовая 41? Да. Когда ты купил? Ну, понятно. А ты право собственности вот получил? Нет. Вот, вот по какой-то причине-то? Вот это вопрос мне. А почему, что, блядь, затопляемая зона, и я куда только не ходил, блядь. Даже здесь прописки нету. Почему? Ты же говорил, как-то мне Труднев Владимир Васильевич сказал, что якобы поможет тебе, Малышев якобы решил помочь тебе. Да, хуй, нихуя. А что, Малышев тоже никуда не помог? Нет. Почему? Нет, он же просил тебя платить там, что-то решить. Ничего, он не помог. Не помогли? Нет. А Труднев чё? А Труднев чё, он пока депутатом был, он прописку хотел, блядь, мне. Он даже меня прописал, не себе, мне прописки не было. Ага. Так. А потом же, потом его самого турнира не нахуй. Угу. А таким же, а как вы, вот ты говоришь, Дарсину дадим. Дарсину, каким образом ты, вот, если ещё никто не прописан, как ты Дарсину это делал? Так, делаю ещё. Непонятно. Вот, честно говоря, мне немного, вот как юристы, да, немного непонятно вот эти, скажем так, действия. Всё-таки ты купил ведь? Купил. Только оформляли, купли-продажу? Да, да, да. С этим человеком, прежним? Да. Где какой-то орган вы ходили, чтобы оформить вот это, купли-продажу? Да, мы тут ходили же, блядь. Как это назвать? Регистрационный полотно? Да. Там всё оформили? Да. А кто же препятствия создаёт, чтобы не прописывать вас? А это дверь, потому что затопляемая зона, блядь. Но, извини, затопляемая зона, это не говорит, что вы-то здесь не живёте. Ну, факты есть. Ну, фактически-то она... То, что не зная, когда это будет, и будет ли она вообще, да? Это же мы все под Господом Богом ходим, да, грубо говоря? Да, да, да. То есть, мы убеждаем, что это дом есть. Есть. Убеждаем, что это хозяйство есть. Есть. Убеждаем, что документы есть. Есть. Но при этом не прописано. Регистрация почему не... Кто не делает? Вот это вопрос. Белый дом не делает. Почему? Нет, подожди. Регистрационными действиями кто занимается? Палатональных регистрационных, я не знаю. А не... Вот не в федеральную миграционную службу? Я знаю. Ты не обращался? Нет. А вот Труднев что-то делал? Что делал-то там? Куда входили вы? На этот... Как называется? Прокуратура есть. А, молча на прокуратуру? Да. И что? Тоже по нулям, всё. Это когда? Давно ведь входили, да? Да. Понятно. После этого вы ничего не ходили? Всё. Ну, то есть вы не стали добиваться? Нет. Понятно. А вот к Малышу ходил ты с этим вопросом? Ходил, а чего? Он что сказал? Нет. То есть он не решил вопрос? Нет. То есть даже не попытался решить? Да больше. То есть что подсказал, сказал-то он? Да ни хуя ничего не сказал. Типа иди отсюда? Нет. Я не сказал? Вино пили с ним, нет? Не один литр водки, наверное. Твоё время. Твоё время. Понятно. И... Тоже тебе не помог, да? Вот в регистрации. А ты ходил к нему, когда он прокурором был или же судьёй? Судьёй уже был. Судьёй был, да? Судьёй был, да? Верховный, вместо этого был, блядь. Кто у нас? Кристианин у нас суда-то был. Вот он. Аборин? Да. Вместо Аборина? Да. Ты тогда ходил? Да. Я сколько раз ходил в палату, в кабинет к нему ходил. А ходил, да? Да. И так я у него даже не взялся? Помощь? Нет. Понятно. А вот дети у тебя, вот ты говоришь, что Дарсину сделал им. А дети как-то вот это... Они прописаны в разных местах. Здесь прописки нет. То есть получается... Вообще непонятное учреждение такое. Да, 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 да. А они не ходили, не интересовались вопросами. А вот она, ты говоришь, что методистом работает, да? В отдел образования. А она не интересовалась, по какой же причине вот здесь нельзя регистрироваться. А потому что зато для миллиона... Нет, нет. Ну это... Подожди. Во-первых, все решения и действия должны быть аргументированы. То есть опираться на какой-то документ. То есть не то, что вот говорить, да, я полагаю. То есть я думаю, я это сказал, кто-то сказал. Нет. То есть на какой-то именно документ. Вот она не интересовалась, какой же документ есть, чтобы препятствие было создано для того, чтобы вас не прописать здесь. Ну, интересовалась она? Нет. Нет, не интересовалась. Нет. Они так... Ты один что-то живешь здесь? Я здесь не живу, не живут здесь. А, живут? А, живут здесь? А ты что здесь делаешь? А так вот, прихожу сюда здесь, я. А, понял. Хозяинщик, когда они выходят, да, их нет. Зачем? Я их не знаю, а их привык здесь. А, да? Иди, да, они посмотрят, и внутри-то сделают. Понятно. Ну, ладно, ну, хорошо сделано, да, видишь. Вопросов нет. А с Давыдовым не обращался? Вот ты же говоришь тоже, если ты с Давыдовым тоже в нормальных отношениях, вот, в Килимарах. Килимарах, что, Давыдовым, да, обращался. Это, нахуя, я в канату приеду. А, нет, нахуя, никогда. Ну, все-таки, ты не обращался? Нет. Ну, так, с ним тоже хорошее отношение. Хорошее отношение. Потом я плену. Хе-хе, плену. Понятно. То есть, не захотел ты? Да. Вот это, этими вещами заниматься? Устал, наверное, утомился? Да. Правду, нихуя не найдешь. Ну, нет, дело не в праве, а дело в справедливости. Кому-то можно регистрировать, кому-то нельзя. Почему это? Избирательное такое отношение. Да, да. Вот тебе почему-то нельзя. Вот другим людям почему-то можно. Вот ты не узнавал? Нет. Почему? Не узнавал. Бабушка прописала, вам теперь. Да? Понятно. Это теперь я дочери, так что-то сделаю. А вот как они потом будут распоряжаться этим имуществом, если прописать даже нельзя? Не знаю я. Вот видишь, вот ты со своего больного плеча на другую здоровое плечо перекинул свою проблему. Так получается? Да, да, да. Ну так получается ведь? Да. А то не хватит при жизни урегулировать данный вопрос. Ну нет, как толк? Ты же деньги заплатил. Вот сколько денег заплатил за это? Я купил за 60 тысяч за этот дом. Ну мы тоже ремонт делали, и всё. Угу. Всё ремонт. И сушили, и всё. Ну и 60 тысяч. В каком году? Не помню. Ну не помню. Ну понятно. Да, улица Садовая. У нас вообще, честно говоря, вот эти улицы, она, жители этих улиц, нижнего части города, они какие-то двоякое толкование в отношении. Да, да, да. Вот. То ли можно, то ли нельзя жить. А больше не ходил, не знаю? Больше не ходил. А Дарсина когда ты сделал? Когда уже, ну после попыток, вот это самое, урегулировать, прописаться? Или же до этого ещё ты Дарсина сделал? После. После? То есть, сперва ты пытался всё-таки зарегистрироваться сам себе? Да, да, сюда. Прописку сделал. Попытался? Да. Что не получил прописку, а потом подоел уже. Под дочерью. Хе-хе-хе. Да, честно. А может, с мужем живут, всё? А может, ты где работаешь? Да, я нигде не работаю. Нигде не работаю? Да, я тут не записываю. Нет, нет. Тюремчиком, блядь. Да? Делал, ебаный. Шесть лица убийства, блядь. И, да, я еще нацепил, что-то. Ебаный. А ты не боишься с ним жить? А хуй мне бояться. Ха-ха-ха-ха. Ты нельзя точно, наверное, нужно, блядь. Убьет, убьет, нахуй. Ха-ха-ха. С кем-то, понятно. А не, зарегистрированы, всё, бак зарегистрированы. Угу. Есть, есть, есть? Есть. Ну, есть, или ухо? Есть, да? Сколько лет ему? Да, пара семье, блядь. Сейчас какой он? Через два года в школу пойдет. А, ну, парнишка большая. Угу. Один, что ли, да? Ну, да. Еще есть, это, первому мужу точка. Да, да. Одинчика. Угу. Науке. Восьмому. Ого, большая уже. Угу. Короче, это дедушка. Дедушка. Полноправный. Ну, так ходит сюда-то, общается с собой-то, с собой-то общается. Общается. Она и верью живет, и у бабушки живет. Угу. Да. Да. Ну, ладно, тебе хорошая. Вино ты не пьешь? У-у-у-у. Да. Да. Через раз, да? У-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у. Я с хорошей жизнью, Вить. Ну, еще, еще надо. Да, еще. Так. Общается. Ну, ладно. Так, Телеман, круглого. А кто, Телеман? Кто есть у тебя? Кто знакомый там? Там у меня Галин был. Хороший мужик. Умер. Исаков, первый секретарь. Умер. Тоже хороший мужик. Тома свой, да, блядь. Политический. Тут-ка политическая нахуй. Ты коммунист, так-то, нет? Да. До сих пор? Или ты вышел? Ушел. А что? Да. А что ушел? Ушел еще. А сейчас какой партии? Кому ты подражаешь? Ну, все-таки коммунист. А так, внешне? Да так тоже. Понятно. Вопросов нет. Разочаровался-то, да, в жизни? Никто тебя кидает все. Я, блядь, вот те хубавшие вот эти. Вот, блядь, куда надо было им, блядь, вступали в комсомол, в партию вступали в комсомол. Кто это? Ну, в общем, от партии не считают, блядь. Да, 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 да. Вот так и дела. А ты вот общался с жителями вот улицы Садовой? Вот, аналогичная ситуация-то есть? Есть, почему нет? Вот, ну, житель-то, ты не один, наверное, такой, вот, бесправный какой-то, вот этот дом купил и при этом прописаться не можешь. Это что-то ерунда такая. Нет, ты с соседями беседовал? Там же у них как дачные, у них... Ну, нет, ну, дача, не дача, это черта города. Ну, черта города, согласен. Не знаю я. Ну, нет, они, они, их, то есть, аналогичная ситуация у многих людей, да, такая? Да. А вот вы не интересовались, например, все-таки, если зона затопления, следовательно, какие-то деньги выделяются для того, чтобы, вот, ну, компенсировать, что ли, вот эти... Да, да, да. Выделяются эти деньги? Да, они должны. Ну, а ты не интересовался? Нет. Вот ты, если находишься, все-таки... Никто не оспаривает, что это твоя собственность? У меня как дачный дом. Ну, тем не менее, никто не оспаривает? Нет. Следовательно, признаю, что это твое имущество. Да, мое это имущество. Следовательно, оно под риском находится, риск определенный есть. Риски есть, как? Я почему-то, конечно, где-то... Да, риск определенный... Уровень, вот, по-другому, да, и это все зато, окей. Ну, насчет этого еще вопрос, конечно, относительный. Все, еще раз повторяю, Бог располагает там. Мы-то можем чисто так предполагать, да? Но чисто человечески, исходя из обстоятельств, деньги выделяются, значит, да? Ну, ты все-таки портор. Нет, слушай, ты же грамотный человек. Да. А сейчас что? Я бросил. То есть, а вот как-то беседовали вы, ну, с соседями беседовали, Нет. По улице Садово. Нет, не с кем. А ты не поддерживаешь общение? Да, общая, и социальные, и почему? Да? Ну, ты интересовался, вот, как у них? Нет. Тоже не интересовался? Нет. Они сами по себе, ты сам по себе. А вот коренные жители улицы Садово-то есть? Коренные, которые давно живут, в которых регистрация есть? Я не знаю. А вот нет, а вот тот человек, который это купил, ну, тот и регистрирует был, у кого купил-то? А у них еще второй дом там есть. Ну, все-таки он же прописан был здесь? Нет, прописан был? Не знаю. Ну, как это? Выписывали? Как ты покупал этот дом? Прописан, по-моему. Вот. Следовательно, если он был прописан, почему? Тебе-то нельзя? Не знаю. Ну, сказали, блядь, что... Все, и затопление нет. Пх, скажем. Малыш, скажем. Скажем, что завтра, этот... Землетрясение умрет. Теперь что, вешатся всем, что ли? Конечно, нет. Ха-ха-ха. Тоже интересный вопрос. Да, тут. Так мы это с зятем всех угонали, блядь. Молодцы. А ты говоришь, что он ничего не делает, видишь? Он помогал. Да, тут. Судимый сезон. Ну, и, слушай, может, случайно он, пройдя и убийство, это, конечно, не случайно. Нет. Так, ну, ладно. А город-то сколько у тебя, соток? Охуёна-то, я даже не знаю. Я отдал, аху, все документы там, у дочери, все. А, ну, понятно. Понятно. Да, находитесь вы в бесправо в состоянии. Да. При этом купил, говорит, и при этом не знаю, кто я там. Да, 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 да. Да, вот у нас, как Владимир Мироновский. А, смотри, ситуация какая. Вот в газете было напечатано, что федеральные деньги выделяются жителям, которые подпадают под зону затопления. И было запечатано в газете и в крае Горноморийской ведомости, что за эти деньги, выделяемые федеральным бюджетом, именно в город Казаневянске, был построен сам Батхей. Они эти деньги получили, вот и все. Нет. А, получили, что ли, они? Да. И? Не знаю я, что ли. Понятно. То есть, как-то распределяло, значит, да, деньги-то? Наверное. А вот как, на что скажешь, что? Вот деньги выделялись, а там Батхей построили, как? Ты в курсе? Я это не знаю. Вот газете печатали. Ты не в курсе? Варторский. Не знаю. Я не знаю, я сейчас. Владелец информации должен. Не считаю. Ха-ха-ха. Вот. То есть, получается, нецелевое использование денег, так получается? Идем. Ну, если так говорят, что если деньги выделяются на затопление жителям, да? Построили сам Батхей. Если сам Батхей построили, значит, должны были выделить квартиры вот тем людям, которые именно подпадали под эту программу. Да, да, да. А почему не их давали? Вот ты, например, подпадаешь под эту. Они уже вот которые хозяева. А, они уже, да? Да, они забрали все. Ага, понятно. Сейф? Да. Да, пора до времени. Спрятать заначку? Понятно. Остальное ты не интересовался, да? А вот бабушка уже... У тебя какое мнение имеется по этому поводу? Не интересовался? Нет. Понятно. Понятно. Ну ладно. Ну ладно. Ну что, зайди там, посмотрим. Хорошо. Продолжение следует...